На сегодняшнем совещании у главы государства было доложено о той работе, которая на сегодняшний момент проводится Государственным военно-промышленным комитетом и в целом оборонным сектором экономики в части реализации мероприятий, которые прописаны у нас в государственной программе вооружения и, конечно же, ежегодным гособоронзаказам. Мы доложили по ключевым мероприятиям, доложили, как организована работа отдельными предприятиями Государственного военно-прома, которые выполняют наиболее важные ключевые проекты. Было доложено также по мероприятиям, которые на сегодняшний момент мы реализуем не так давно, в частности, по организации Республики Беларусь производства боеприпасов в том числе. На сегодняшний момент также следует отметить, что в 2023 году, в юбилейном году для Государственного военно-прома, планируется завершение очень серьезных ключевых проектов. Сегодня глава государства упомянул о завершении работ по зенитно-ракетному комплексу БУК, в том числе с отечественной ракетой и ряд других направлений. Вы помните, что в конце прошлого года на буст-вистовском полигоне мы демонстрировали все типы беспилотных летоценных аппаратов, в том числе боевых, которые на сегодняшний момент разработаны и производятся в Республике Беларусь. На сегодняшний момент работа наших сконцентрирована на организации серийного производства данных типов беспилотников, но и, конечно же, уже отдельные модели уже претерпевают определенные виды изменения и модернизируются. В целом надо отметить, что с Министерством обороны Республики Беларусь и другими воинскими формированиями мы определили конкретные типы беспилотных летоценных аппаратов, которые будут производиться в Республике Беларусь и поставляться на вооружение нашим силовым ведомствам. По отдельным типам работа не будет организована, с учетом того, что экономически это не целесообразно. В целом хочу отметить, что за последний год у нас взаимодействие с Российской Федерацией стало еще более тесным. Мы на сегодняшний момент реализуем ряд совместных проектов, достаточно крупных, я бы сказал, крупномасштабных. В том числе мы приступили к реализации совместных опытно-конструкторских работ. И в самое ближайшее время, я думаю, мы продемонстрируем результаты этих совместных работ. В целом работа носит системный характер. В прошлом году мы подписали и утвердили программу по военно-техническому сотрудничеству до 2025 года с Российской Федерацией. И на сегодняшний момент все мероприятия выполняются в рамках данной программы.